В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Абоненты сетей сотовой связи операторов Большой Тройки испытывают проблемы. В нашем городе проблемы с мобильной связью испытывают практически все его жители. А также предлагаем вашему вниманию несколько эпизодов из прямого радиоэфира. Традиционным гостем программы трибуны депутата стал председатель совета Тарас Епимов. Он рассказал нашим слушателям и ведущему программы Владимиру Платицыну об итогах 22-го заседания. А теперь об этих и других событиях более подробно. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. В нашем городе после капитального ремонта открылось инфекционное отделение ЦГБ. На торжественном открытии побывал наш корреспондент Илья Леонов. Городской репортаж Сегодня в Центральной городской больнице царит особенно праздничная атмосфера. И это не случайно. С минуты на минуту здесь будет торжественно открыто новое долгожданное инфекционное отделение. И естественно, наша редакция не может пропустить это событие. В 2011 году в Московской области реализуется программа модернизации здравоохранения. И были выделены деньги на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения. Благодаря личному участию главы нашего города Евгения Иванович Жакова мы смогли своевременно войти в эту программу. И Министерство здравоохранения выделило средства в размере около 40 миллионов рублей на проведение ремонтов объектов здравоохранения, которые особенно нуждались в этом. Сегодня мы уже в новом году делаем себе подарки вот такого плана, открывая ряд социальных объектов. У нас говорят, что год на один день длиннее, высокосный, но знаете, кто как себя настроит. Вот мы настраиваем себя на позитив для того, чтобы в течение года побольше в городе открыть не только объектов здравоохранения, но и по линии образования, спорта. Думаю, что все наши планы сбудутся. И уверен, что коллектив, который вот здесь будет работать, пока еще не смотрел, но вижу чистенькое, хорошее помещение. Строители поработали неплохо. Я помню, мы сидели Николаевна сюда в годы 4, по-моему, 4 назад приезжали. Здесь ужас, что было. Но в конечном итоге вот сумели мы изыскать возможность с помощью великолепной путинской, Владимир Владимирович Путина, программы, которая помогает сегодня развивать здравоохранение и в особенности ремонтировать и содержать ту базу, которая еще была давным-давно создана. Ну, а наша задача с вами хорошо, добротно, профессионально эксплуатировать. Всех поздравляю. Успехов всем. Мы получили новые мягкие инвентарь, новые кровати, тумбочки. У нас светлое и чистое помещение. Большое всем спасибо. Спасибо строителям, спасибо администрации города, спасибо большое депутатскому корпусу. Они вот нам подарили на приобретение мебели, на приобретение медицинского оборудования, сертификаты. Большое спасибо всем. Удобное место расположения, квалифицированные специалисты, новое оборудование. В общем, по сравнению с тем, что было, новое отделение совсем другого уровня. Депутат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Штукатурка сыпалась, и в окна дула, и сантехника была никудышная. Сейчас все, вы сами видели, стены чистые, окна новые, сантехника новая, инвентарь весь новый. Мы теперь будем с радостью встречать наших пациентов. Согласно нашему инфекционному законодательству, конечно, все у нас сейчас есть. И то, что нам должны приобрести, кислородный ингалятор и средства ухода, оказание первой медицинской помощи, все это в настоящее время реализуется. Одно из самых распространенных пожеланий, которые мы слышим от своих друзей, это пожелание крепкого здоровья. И действительно, если человек здоров, он наполнен жизненной силой и энергией, которая приводит весь его организм в движение. Илья Леонов, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный. Городской репортаж Заседание Общественного совета по развитию образования в городском округе Железнодорожный, которое проходило в гимназии номер 2, посетила Анна Ермакова. Сегодня во 2-й гимназии проходит заседание Общественного совета по развитию образования. Что ж, учение света, не учение тьма решили мы и также поспешили на данное мероприятие. В 10 часов утра заседание в актовом зале открыла начальник комитета по образованию города Железнодорожный Александра Николаевна Зубова. 19 января 2012 года проводим очередное заседание Общественного совета по развитию образования на территории нашего городского округа. Представителем нашего совета является заместитель главы нашего городского округа Леонид Николаевна Татьмосян. Я думаю, что мы приступим к работе нашего общественного совета. На заседании присутствовали руководители городских общеобразовательных учреждений, представители Общественного совета и городские средства массовой информации. Александра Николаевна сразу же обозначила рекламент собрания, разбив свой доклад на две части. Первая была посвящена итогам развития отрасли образования в нашем городе за 2011 год. И вторая – реализации комплекса мер по модернизации системы образования в Железнодорожном за минувший 2011 год. И далее мы сегодня присутствуем в гимназии номер 2, которая является одним из участников реализации комплекса мер. И сегодняшний день в этом учреждении пройдет для нас с вами презентация учебно-лабораторного оборудования, приобретенного для учащихся первых классов, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования с 1 сентября 2011 года. Затем мы с вами завершим работу принятием резолюции. Для членов общественного совета проект резолюции у вас лучше на руках, поэтому я думаю, в ходе нашей работы вы можете ознакомиться и какие-то коллективы у вас с вами будет вносить. Александра Николаевна рассказала об успехах школ и гимназий, об их сотрудничестве с другими предприятиями и службами. Также речь шла об оснащенности школ. Затронута была и тема детских садов, проектирования школ и дошкольных учреждений, каждая из которых сейчас находится на разных стадиях строительства. В рамках реализации мероприятий, долгосрочной целевой программы Московской области, развития образования в Московской области на 2009-2012 годы, получили технологическое оборудование для пищеблоков и мебель для залов питания на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей из областного бюджета и 170 тысяч рублей из бюджета городского оборудования. Гимназия 1 и школа 7 с углубленным изучением отдельных предметов стали победителями конкурсного отбора муниципальных и общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и надеяющих инновационные образовательные программы на региональном уровне. Во второй части доклада Александра Николаевна сообщила о реализации областной, долгосрочной целевой программы «Эффективность распространения инновационных методов преподавания». Далее начальником комитета по образованию была затронута тема бюджета. В частности, от Александра Николаевны все присутствующие узнали, что на развитие дистанционного образования для детей-инвалидов было выделено 451 тысяч рублей. На проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях около 3,5 миллионов. А также продолжается обновление материальной базы школ, техническое оснащение, вследствие чего мы и отправились в 205-й кабинет для просмотра тематической презентации. В работе эксперимент изделения температуры местных жидкостей и снега. Так, вот ребенок проводит с помощью этого оборудования логературного. И далее на интерактивной доске сразу играет график. То есть вот такие вот цены. Ну конечно, мы сейчас в стадии освоения техники. В кабинете для первоклассников учитель младших классов 2-й гимназии нам показала и наглядно объяснила, что оборудование поступило в два этапа, а именно автоматизированное рабочее место преподавателя, ноутбук для учителя, ноутбуки для ребят, принтер, сканер, ксерокс, интерактивная доска, коммутатор, электронный микроскоп и многое-многое другое. Мы можем использовать все-таки важные элементы. Дети могут отправиться по путешествию по классу, то есть, используя на двух, да, один ребенок может путешествовать по классу, они могут посмотреть какие-то предметы, подойти к растению, рассмотреть. Есть увеличение двукратное, четырехкратное и стекратное увеличение. То есть и все изображение будет проектироваться в них на экран, они могут изображение сохранить и затем показать тем, поделиться с классом, теми результатами, которые мы получили. Также мы получили модульную систему. На базе цепровых технологий это... В завершении встречи мы решили спросить, что думают по этому поводу старшеклассники, мальчишки, которые с компьютерными технологиями на «ты». Молодые люди, мы вот сейчас узнали, у вас во второй гимназии введена компьютеризированная система. В младших классах обучаются детки на нетбуках, ноутбуках и так далее. Каково ваше отношение к такой высокой технологичности в школе? Мы считаем, что это очень правильно, как так, как детям нужно развиваться, познавать новые технологии, потому что это очень полезно. В будущем это им пригодится. Интересно, не кажется вам, что это может отвлекать внимание? Мне кажется, это зависит от самого ребенка, который занимается. Ну, в общем-то, если он стремится к получению своих знаний, то он будет как бы заниматься. А если ему как-то неинтересно, то он будет заниматься другими делами. Безусловно, компьютеризированность и качественная продвинутая техника привлекают внимание младших школьников. Но то ли это внимание, которое нужно при получении среднего образования? Наверное, через несколько лет мы об этом узнаем, когда из школы будет выходить непомерное количество медалистов. Аня Ермакова, Валерий Сахнов, РТВ Подмосковье в образованном городе Железнодорожный. Спасибо, Аня. Евгений, а ты знаешь, что такое калятки? Конечно, знаю. Это одна из традиций весело проводить новогодние праздники, устраивая своеобразный маскарад. Начинаются святки в канун Рождества, 6 января, и длятся две недели до Крещения, до 19-го. Старый Новый год, 14 января, как бы делил святки на две половины. Время от Рождества до Нового года называлось Святыми вечерами, а от Нового года до Крещения – Страшными вечерами. Традиционными персонажами ряженых являются волк, коза, баба-яга. Жень, Жень, стой. Откуда такие познания? Ох, Юля. Мне посчастливилось, и в коридоре я сегодня повстречал Веру Безгина, нашего выпускающего редактора. Собственно, она мне вкратце и рассказала о некоторых моментах этого праздника. Городской репортаж В преддверии одного из самых древних христианских праздников в Доме культуры Кучино по традиции проходит Крещенский вечерок. Уже в фойе ДК гостей мероприятия встречали песнями, плясками и угощением. Продолжение следует... В актовом зале развернулось основное действие. Для гостей Крещенского вечерка подготовили спектакль по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя «Вий». Наш спектакль о том, что добро всегда побеждает зло, и доброе и светлое всегда неизменно приходит в наш мир. Мы начинаем. Пошли. Началось представление не на сцене, а в жительном зале полядками. Какие же святки без колядок. А потом на сцене начала свою работу импровизированная ярмарка, на которой не только продавали товар, но и ругались, спорили. Решить спор помог глава нашего города Евгений Жирков. Спасибо большое за представление. С украинским, конечно, мне тяжеловато. Думаю, что же вы все-таки здесь гоготали. Как на нас есть их. Добрый вечер всем. Знаете, наступление Нового года, потом Рождество Христово. Сейчас у нас крещение. И вот такое представление, которое мы сегодня видим, это благодать тому, что наши дети сегодня, пусть в этих спектаклях, не забывают именно славянских традиций. Это очень важно. Когда-то мы тоже ходили славить. И делали это, это было нормальным таким явлением. Сейчас это мало делается. Ну, не говорю, что, наверное, когда-то возродится. Ну, и все же, время идет, берет свое. Но все-таки хочу всех поздравить от души с наступившим уже Новым годом, Рождеством, Крещением. Не хотите только сегодня купаться. Лучше дома под душем облейтесь холодной водой. Это будет зато безопаснее, потому что лед еще слабый. Это рекомендую всем. Знаете, вот Новый год наступил. И задач достаточно столько много, которые мы оставили перед собой еще в прошлом году, Я думаю, что вот та уважаемая команда, которая сегодня здесь находится на этом великолепном мероприятии, начнет уже выступиво к осуществлению этих мероприятий. Я вам могу только пожелать доброго здоровья, успеха, благополучия нашему городу, развития нашим жителям, также процветания, чтобы водилось не только дома, но и в карманах, и чтобы это не иссякало. Я уверен, что если мы с вами с 4 числа хорошенечко поработаем, как работают молодые ребята, значит, у нас тоже все хорошо получится. С праздником, дорогие друзья! И и вам, ребята, спасибо огромное за представление с праздником. После выступления главы города на ярмарке появились добрые молодцы, которым ни один товар не пришелся по вкусу. И гарный хлопец, который пытался станцевать украинский народный танец – гопат. А потом на сцену вышел комиссар. Добрый вечер, уважаемый Евгений Иванович, дорогие друзья! Вы знаете, ну надо перестраивать речь, да? А с вами нам как бы так громкая должность или звание надо оправдывать. Вы знаете, что хотелось бы сказать? Конечно, мы все только-только отпраздновали Новый год, да? И хотелось бы, конечно, поздравить вас с этими прошедшими праздниками. Как показывает данный спектакль, наши предки тоже праздновали, и не меньше, да, и святки, и это продолжалось и продолжалось. И надо сказать, что действительно новые традиции у нас рождаются. Вот, по крайней мере, я думаю, мы уже привыкли к этим праздничным дням. Уже, наверное, нашли себе занятия, да? Кто-то там ходит в гости, кто-то на лыжах, кто-то на коньках. И это очень-очень здорово. Но надо также сказать, что впереди у нас еще и много новогодних задач, да? Не все у нас проблемы, это уже комиссары, да? Остались в декабре прошлого года, да? У нас уже впереди март, и я уверен, что, конечно, наш город под руководством Евгений Ивановича, конечно, с этими задачами справится, справится в полном объеме. И я действительно всем присутствующим здесь желаю удачи и действительно достижения всех тех результатов, которые запланированы. Удачи вам в новом году! После выступления председателя Совета депутатов нашего города началось долгожданное представление, в котором наряду с мистическим и непонятным нашлось место и задорному танцу. Вот так по-славянски весело и задорно прошел крещенский вечерок в Доме культуры Кучино. Вера Везбина, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный. Городской репортаж Тема жилищно-коммунального хозяйства всегда остается одной из основных, которые беспокоят россиян. Взволнованные звонки в нашу редакцию и сообщения на электронную почту подсказали Илье Леонову адрес для следующего репортажа. Нередко к нам в редакцию приходят письма от жителей нашего города. И поводом к сегодняшнему репортажу тоже послужило письмо, присланное от жильца дома номер 4 по улице Пушкина. И хотя за подписью значится всего одна фамилия, однако послание выражает недовольство многих хозяев квартир. Ну что ж, давайте попробуем разобраться в этом деле. С первого взгляда подъезды в четвертом доме выглядят, если не идеально, то, по крайней мере, вполне сносно. Во всяком случае, выпиющей безалаберности и очевидной ветхости нами замечено не было. Конечно, в каждом подъезде есть свои недочеты. Там щиток не закрыт, тут на стене надпись неприличная появилась. Но согласитесь, ведь это житейские мелочи. Нужно, наверное, идти в дом номер 2 и посмотреть, кому нужно хватить. Это дом, дом 2 по улице Пушкина. Думаю, что начнем мы прямо с первого подъезда. Скажите, пожалуйста, вы случайно не во втором доме живете по улице Пушкина? Скажите, пожалуйста, а как у вас в подъезде дело обстоит? Поступила жалоба, сказали от жильцов данного дома, говорят, что очень грязно и вообще подъезды в чудовищном состоянии. Да нет, их отремонтировали недавно. Единственная штука, конечно, полы, грязные тараканы по стенам уходят. Но ремонт недавно прошел, в принципе, чисто. Вот буквально где-то перед Новым годом, или в ноябре, мы уже закончили ремонт делать. В общем-то, чисто стало. А сыплющаяся штукатурка и прочее? Ну, не знаю, не про наш подъезд, в всяком случае. Что отремонтирован подъезд? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как у вас в подъезде дело обстоит? Нормально? Каком смысле? Штукатурка не сыплется, крыса не бегает, проводка цела? В порядке? Да, вроде все как в порядке. Просто поступила жалоба от жильцов, говорят, что чудовищное состояние. Вообще, вот Пушкина 2, Пушкина 4. Позайдите. Да, давайте посмотрим. Спасибо. Не знаю, как вот ремонт вроде сделали, убирают, что вроде бы нормально, вы видите. Осматривая подъезд 2-го дома по улице Пушкина, нашей съемочной группе стало казаться, что письмо, пришедшее в редакцию, всего лишь чья-то шутка. Однако, по счастливой случайности, мы встретили трех молодых ребят, жильцов 4-го дома, которые сказали о своих наболевших проблемах. Ульца Пушкина, дом 4. Есть такая одна из проблем. У нас нет освещения при входе в подъезд. Нету светильника ни одного. До ремонта здесь было? До ремонта были старые, вот два были светильника, вот даже видно, отметено, что видно, замазано было когда-то что-то. Ну что, пойдем в подъезд? Пойдемте в подъезд. А в чем главная проблема? Что вот конкретно не устраивает? Ремонт не полностью сделан. Давайте посмотрим, где он не сделан. Вот, начиная с первого этажа. Ну опять же, разве это светильник? Вот он висит. Должен быть светильник, как, я не знаю, либо там, либо вот как. Там сделано, что у входа прямо с подъездом, заходишь, и вот он там светит. Здесь же висит лампочка лича, как говорим. Значит, еще одна проблема заключается в том, что трубы старые, 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 еще советские, наверное, да? Еще, ну как дом построили, так, наверное, и не менялось. Вот она ее центральная труба посередине. Шуланги приходится поставить какие-то всевозможные, чтобы как бы пустить в воду квартиру. Вот здесь вот центральная идет, отсюда выходит, так? Вот, нам пришлось вызывать мастера, чтобы он нам на гибку поставил отсюда ее. Вот. Пустил, опять же, на туалет, а с туалета у нас питается уже, как бы, разводка идет. Опять же, тоже через гибкие. Ладно, спасибо огромное. Пойдем разбираться в квартал. Да, да, да. Вопросим, что они сделают. Ну вот, поступило к вам обращение с Пушкина, дом 4. Значит, ну что мы скажем? Значит, у нас в 2011 году были включены работы по капитальному ремонту дома Пушкина 2. Были выполнены работы по замене коммуникации. И, соответственно, после этого мы выполнили ремонт личных клеток этого данного дома. Значит, на 2011 год, на 2012 год у нас включен в план капитального ремонта дом 4 по улице Пушкина. Документы сейчас отправили в Москву министерство. Сейчас готовятся сметы. Значит, в этом доме будут выполнены работы по замене коммуникации в подвале всех, отоплений, канализации холодно-горячей воды и замены стояков холодного горячего водоснабжения и замены канализации. Соответственно, после этого будут выполнены малярные работы по ремонту подъезда. Значит, в сентябре месяц у нас были закрашены надписи до третьего этажа, которые были сделаны нашими подростками. Вот там было обращение жителей, что выполнен ремонт до третьего этажа. Это просто были закрашены надписи, которые сами уважаемые наши подростки, жители этого дома, изродовали весь подъезд. По освещению, значит, на трех подъездах у нас фасадное освещение горит, установлено фотореле, четвертый подъезд, приезжала вышка, не могла подъехать, там стояли машины припаркованные. Я думаю, это вопрос мы с ними. Да, в 2012 году эти работы уже начнутся где-то по весне. Будем выполнять совместно с жителями. Пожалуйста, проверяйте, контролируйте. Я думаю, дом будет такой же, как у нас и Пушкина-2. Пусть немножко потерпит. На самом деле, ремонт необходим, коммуникации все изношены. Поэтому здесь жители правы. Нам, как и жильцам четвертого дома, остается только надеяться, что все вышесказанное будет воплощено в реальность в установленные сроки. Илья Леонов, Валерий Сахнов, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный. Спасибо, Илья. Ты знаешь, Юля, я сегодня целый день никак не мог до тебя дозвониться. И не могу понять, проблема в моем телефоне или проблема с сотовой связью. Да, действительно, Женя. Абоненты сетей сотовой связи, операторов Большой Тройки, испытывают проблемы в нашем городе. Почему это происходит, разбиралась Ольга Паршина. В наше время сотовая связь стала значимой частью жизни. Современному человеку уже достаточно трудно представить обычный день без мобильного телефона в руке. Телефоны есть практически у всех. Даже бабушки и те стали активными пользователями. Но жители нашего города не раз сталкивались с проблемой плохого сигнала сразу у нескольких операторов связи. Давайте узнаем, как обстоят дела на сегодняшний день. Алло. Алло. Нет сети. Приступаем. В городе плохо проходит сигнал на улице Пролетарской, Пионерской, в домах 22 и 24 по улице Юбилейной. Испытывают ли дискомфорт жители других микрорайонов железнодорожного? Для разъяснения этого вопроса обратимся к ним. Скажите, пожалуйста, замечали ли вы проблемы с сотовой связью в нашем городе? И если да, то где? Работать нормально. На автозаводской просто бывали там помехи, да? Я не страдаю. У меня дома вчера везде сети не было. Ну, например, вблизи ДОКа и возле первой больницы. В Гуасе, где-то в районе ФОКа. Плохая связь, то человек начинает разговаривать, плывет. Недовольные абоненты направили жалобы своим операторам, предоставляющим им услуги сотовой связи. Были получены следующие объяснения. Демонтаж вышки сотовой связи, произведенной по причине строительства нового микрорайона. А из-за плотной застройки уверенный прием в помещении затруднен, сигнал ослаблен. Также было получено и обещание. Для улучшения качества связи в нашем городе запланировано строительство новой базовой станции, расположенной по адресу Калинина, дом 2. Вероятная дата включения – первый и второй квартал 2012 года. Будем надеяться, что обещание выполнят в срок, и мы будем на связи. Этот вопрос остается под нашим контролем. Ольга Паршина, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный. Ну, как говорится, поживем – увидим. Традиционным гостем программы «Трибуны депутата» стал председатель Совета Тарас Ефимов. Он рассказал нашим слушателям и ведущему программы Владимиру Платицыну об итогах 22-го заседания. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Интересные рубрики и авторские программы. Гости прямого эфира и самые свежие новости. Ежедневно в 18.10 программы филиала государственной телерадиовещательной компании РТВ Подмосковье. Трибуна депутата. Здравствуйте, уважаемые пользователи сети интернет. Это программа «Трибуна депутата» в студии Владимир Платицын. И наш гость – председатель Совета депутатов городского округа Железнодорожный Тарас Васильевич Ефимов. Здравствуйте, Тарас Васильевич. Добрый вечер, уважаемый Владимир. Добрый вечер, уважаемые интернет-пользователи. Хочется сказать, все-таки радиослушатели. Радиослушатели. Но, тем не менее, да, редакция нас радиовещания. Дорогие друзья, сегодня мы пригласили Тараса Васильевича для того, чтобы он нам рассказал о итогах 22-го заседания Совета депутатов и о том, какие вопросы были рассмотрены нашими городскими парламентариями на этом мероприятии. Тарас Васильевич, поведайте, пожалуйста, из чего состояла повестка дня. Я знаю, что на удивление не 50 и не 60 вопросов было, а было несколько меньше. Ну, вы знаете, конечно, если бы заседания Совета были по 50 вопросов, да, наверное, заседание бы проходило, наверное, не один день, да. Но, действительно, вы совершенно правильно напомнили нам практически, я вот сейчас точно не помню, но точно больше 20 вопросов, да, было на декабрьском заседании. И вы знаете, наверное, январь, он, как сказать, и в Совете депутатов январь, да, это связано с тем, что бюджет принят, реализуется. Те программы на 2012 год, исполнение 2011 года еще впереди, программа 2012 года принята, тоже приступили к своей работе. Ну, и также, наверное, вот те праздничные дни, которые, кстати, стали для нас уже, наверное, привычными, да, они тоже внесли свой вклад, да, и, действительно, практически плановых вопросов было шесть. И два дополнительно, два дополнительно. Вот, в принципе, вот такое было заседание Совета депутатов. Я знаю, что такой очень важный вопрос, о котором мы неоднократно уже говорили в наших программах, и к этой теме возвращается наш парламентарий. Приятно, что не сходит этот вопрос, в общем-то, с заседания Совета депутатов, это тема экологической нашей ситуации, которая у нас в городе. Вот, расскажите, пожалуйста, Артем Васильевич, подробнее, что это было за вопрос. Вы знаете, ну, во-первых, вот так кратко можно дать оценку нашему городу, да, то есть, во-первых, он расположен, да, в восточной части Подмосковья, да, недалеко от Москвы, да, то есть, это первый, наверное, как бы так, такой фактор, да. Надо отметить, что наш город является транзитным городом, как следствие, знаете, очень большое количество транзитного транспорта и так далее, что тоже, наверное, да, положительного эффекта на экологию не оказывает. Камазы с песком, это что там? Да, вот, знаете, сюда можно также сказать, это вот окружение свалок, да, и мусоросжигательного завода Руднево, да, то есть, вот, это не те, они не находятся на территории города. Ну, они оказывают своё негативное влияние. Ну, и, конечно же, нельзя забыть, это те промышленные предприятия, а у нас всё-таки надо жёстко здесь об этом говорить, то есть, у нас город, который рос как фабричный, промышленный, то есть, промышленно-строительных материалов, да, производство строительных материалов, да, это тоже, наверное, тоже, как бы, оказывает своё влияние на экологию. Для этого вопросы экологии, конечно, для нас являются актуальными. Но, вы знаете, я думаю, вот, подводя итоги 2011 года по экологии, да, и самое главное, используя при этом подведении итогов, да, объективных данных, круглосуточного контроля, той автоматической системы, да, системы контроля за атмосферой, да, которая была введена в городе уже, вы знаете, по-моему, больше пяти лет тому назад, да, это, по-моему, программа была Совета депутатов, по-моему, 2006 года. Эта программа, я считаю, великолепно реализована главой города Евгением Анатольевичем Жирковым, то есть, полностью исполнена, то есть, от задумки до ввода. И самое главное теперь, это тот результат, да. Напомню, что несколько лет, наверное, шли у нас достаточно активные, ну, если можно сказать, переговоры, да, если это можно назвать переговором, может быть, это все-таки, ну, такие, может быть, даже эмоциональные, да, встречи, в том числе на заседаниях Совета с определенным промышленным предприятием, да, не буду специально называть его название, да, потому что, я думаю, радиослушатели уже догадались, что это за предприятие, да. Были наши, я считаю, объективные претензии, да, то есть, и, знаете, многолетняя, я считаю, все-таки, многолетняя работа, она вот начала давать свои плоды, да, потому что я вот вместе со своими коллегами-депутатами летом по приглашению руководства этого завода был у них, то есть, мы реально смотрели установленное оборудование, я не могу давать вот оценку, хорошее оно, дорогое, дешевое, то есть, установленное. Самое главное было признано, что данные очистные сооружения, дополнительная очистка необходима, и работа существующих, опять мягко говорю, да, политически выражена, неэффективна, то есть, они были реконструированы. Да, и я считаю, с гордостью можно сказать, что вот сегодня, это опять вот, опираясь на объективные годовые данные, да, нашей автоматической станции, да, у нас не было превышений по фенолу. Да, у нас в воздухе иногда присутствует фенол, но надо понимать, что при максимально разрешённом, предельно пустимой концентрации, да, мы ни разу не зафиксировали превышение. То же самое по формальдегиду, то есть, те основных, вот, наверное, химических продуктов, да, с которыми мы, наверное, боролись, да, и которые вредны. Вы знаете, сегодня у нас приоритет даже, по-моему, изменился. Сегодня, как вот мы говорим, это ЦО от транзитного транспорта, сегодня у нас это горящий полигон на улице Пригородная. Да, да, мы рассказывали, как у нас нашим интернет-пользователям и радиослушателям об этом полигоне, который, на самом деле, является такой, в общем-то, сложной, проблемной точкой для городских властей. А что касается там, Тарас Васильевич, там как-то решается этот вопрос? Знаете, ну, в первую очередь, уже, наверное, два, по-моему, месяца, как действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный, да, на этом объекте главой города Евгений Ивановичем Жарковым, да. К сожалению, за муниципальные средства происходит завоз дополнительного грунта, да, какие-то еще мероприятия по, как бы, тушению, наверное, все-таки огня, хотя он внутри, да. То есть, единственное, ведь его, то есть, он ушел в глубину, и, вы видите, вот и зима, да, он горит. Дожди, он горит, это не лето, то есть, это все идет в глубине, из-за этого только засыпка грунта. О чем, кстати, и говорилось, что было засыпано более, вот могу чуть обмануть, потому что на слух цифра, да, более 50 тысяч кубов грунта было завезено туда городом. То есть, строительного, не строительного мусора, не какого-то, а именно песка, чтобы вот этот карьер засыпать. Что касается дальше, вот поданный, и этот вопрос тоже мы касались, то есть, поданы документы в суд, в арбитраж, именно расторжение с нерадивым арендатором, расторжение договора аренды. Вы слушаете программы филиала Государственной телерадиовещательной компании РТВ Подмосковье в городе Железнодорожном. Мы вернемся к теме нашего разговора с председателем Совета депутата Старасова Васильевичем Ефимовым, дорогие друзья, и напомню, что это тема 22-е заседание Совета, которое прошло некоторое время назад в администрации Железнодорожного. Тарас Васильевич, какие еще у вас основные вопросы, основные моменты этого заседания вы бы хотели обратить внимание наших пользователей? Вы знаете, ну, наверное, тоже хотелось бы сказать о достаточно приятном событии, да, наверное, это можно так сказать, да. Вот мы с вами в начале нашей встречи упомянули, что есть некое затишье, да, бюджет 2012 года утвержден. И вот у нас идет январь месяц, и мы вносим уже первую корректировку именно в бюджет 2012 года. Сразу скажу, это не какая-то ошибка, да, или какая-то там заначка, да, на будущее, да, извините за такое вот слово, да. Ну, нормальную, только народную. Да, да, нет. Значит, это как раз то, что мы в конце 2011 года, это то, что вот мы говорили в декабре, то, что проводилось, да, и партия «Единая Россия», да, это продолжение программы, федеральной программы капитального ремонта многоквартирного жилого фонда, как раз привело к тому, что мы в конце года практически вот прямо в последних-последних числах декабря получили денежные средства на проведение капитального ремонта, вот согласно той программы, 2011 года, 2012, мы вот действия продлили, мы продлили действия, это программа 2012 год тоже, вот исходя из федеральных решений, да, по ремонту многоквартирных домов. И вот эти деньги как раз нам дополнительно поступили, и цифры очень и очень немаленькие, да, потому что вот тут цифра у нас и 33 миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч, да, это обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Здесь есть и составляющие субъекта, да, то есть областного, то есть это еще 12 миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч, да, это также дополнительные средства на здравоохранение, мы потом еще коснемся изменения здравоохранения, то есть это те дополнительные средства, которые поступили, и, грубо говоря, это переходящие остатки 2012 года. А ничего, что они приходят в конце года, никак не отражается на... То есть они остаются бюджетные деньги? Да, это вот как раз, видите, мы их уже внесли в расходные наши обязательства, то есть мы и запланировали уже расходы, еще раз говорю, то есть меня, как моих коллег, больше вот как раз интересовало, да, что это, долги за погашение долгов за исполненный ремонт 2011 года, или мы в 2012 году также будем, я считаю, все-таки видеть положительные тенденции по капитальному ремонту. Нет, это те средства, которые будут осваиваться в 2012 году. В нашей студии, дорогие друзья, председатель Совета депутатов Тарас Васильевич Ефимов, и эта программа называется «Трибуна депутата», мы общаемся как раз о 22-м заседании Совета, на котором рассматривался ряд вопросов, которые сегодня мне бы хотелось, чтобы председатель Совета для нас с вами осветил. Что еще, Тарас Васильевич, там можно сказать? Ну, знаете, мы вот тут, говоря о бюджете, да, частично затронули здравоохранение. Надо понимать, что у нас изменилась система, я бы сказал так, подчиненности здравоохранения и, как следствие, его финансирования, да, то есть мы, по-моему, даже об этом говорили в конце 2011 года, да, то, что были внесены изменения об общих принципах организации местного самоуправления, да, из полномочий органов местного самоуправления исключены полномочия по здравоохранению, да, они переданы на уровень субъекта, вот это первый постулат, да, теперь Московская область, губернатор Борисович Громов, да, приняли решение о делегировании этих полномочий уже в местное самоуправление, да, казалось бы, вы знаете, что же это такое, да, вроде бы передали, да, они опять вернули, какая-то такая, знаете, как карусель какая-то, да, получается. Но надо отметить очень важный момент, делегированные полномочия, они переданы деньгами вместе, то есть это в первую очередь говорит о том, что всё здравоохранение Подмосковья будет жить по единому областному стандарту, да, то есть второе, мы всё-таки очень рассчитываем получить в том числе и очень необходимые нам денежные средства, да, для улучшения качества медицинского обслуживания. И как следствие также вот произошли некоторые структурные изменения. В частности, в структуре администрации будет создан отдел, который как раз и займётся реализацией данных полномочий, а именно отдел по здравоохранению, администрации городского округа. Давно не было. Ну что ж, всем хорошим, это на все новое, хорошо забыто старое. Ну, как следствие, это, конечно, внесёт свои изменения в структуру центральной городской, но это уже последствия, понимаете, то есть сегодня вот эта система, потому что именно эти отделы будут иметь вот так же свою соподчинённость, вертикаль, то есть и сегодня эти полномочия нам делегированы. Депутатам что-то надо будет дополнительно принимать вот в том моменте, когда будет этот отдел создаваться? То есть почему рассматривать этот совет депутатов? Ну, в первую очередь это связано с тем, что согласно вот как раз распределению полномочий, да, данный отдел создаётся с правами юридического лица, то есть у нас не все отделы или подразделения администрации обладают правами юридического лица, все, которые обладают, они создаются согласно решению представительного органа Совета депутатов, да, и как следствие в том числе и периодическая отчётность, периодичная отчётность в данном случае, вот как и по культуре, по образованию, да, это ежегодная отчётность, то есть комитет по управлению имуществом, то есть я практически перечислил все те подразделения администрации, которые данными правами юридического лица обладают. Напомню, дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях представитель Совета депутатов Тарас Васильевич Ефимов, мы сегодня с ним поговорили о 22-м заседании Совета наших народных избранников, которое состоялось 18 января этого года. Ну, а над программой работали наши видеозвукоинженеры Артём Деситун, Виктор Дёмин, Валерий Сахнов и ведущий этой программы Владимир Полотицын. Тарас Васильевич, большое спасибо, что пришли к нам в гости, ждём вас после следующего заседания Совета в эфире наших средств массовой информации, я имею в виду в том числе и нашего интернет-портала. Спасибо большое, всегда рад вашему приглашению, вам тоже удачи в вашем нелёгком, считаю, очень нелёгком всё-таки труде. Спасибо. Филиал РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Радио. Только для хороших людей. Вот такие вот вопросы и ответы. Напоминаю, что вопросы гостям как радио, так и онлайн-трансляции вы можете присылать на нашу электронную почту и задавать по телефону 522-91-60. Это все новости. А в телевизионной студии редакции радиовещания РТВ Подмосковье в городе Железнодорожном для вас сегодня с удовольствием работали Юлия Широкова и Евгений Шахматов. Хороших вам выходных. И всего самого доброго. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. РТВ Подмосковье в Железнодорожном. РТВ Подмосковье в Железнодорожном.